Дикторская профессия В структуре телерадио Это называли новыми веяниями На смену дикторскому мастерству Приходило комментаторское вещание Умом Люба понимала, что может быть Перемены неизбежны Но сердце не принимало Разлоку с профессией И неодолимая сила тянула Любу Балурову В этот уголок города Где она трудилась в течение нескольких лет И даже не лет, а нескольких десятилетий Приходила, смотрела издалека На окна дома радио На заснеженные ветки деревьев И уходила в свою пенсионерскую жизнь Тосковали по работе? Тосковала Бывало даже До того тосковала Вокруг радиокомитета Я ходила и плакала Вот так вот слезами и уходила А туда не заходила Тосковала, конечно Но ничто не бывает напрасно Жизнь Любы Балуровой была посвящена Замечательной миссии Становлению радиовещания на карачаевском языке И если задуматься То это впервые происходило В истории и культуре народа Голосом которого Ее называют по праву Профессиональный путь Любы Балуровой Это пример рождения и развития Уникального таланта Каковы же истоки Ее одаренности Диктора такого Как Люба У нас не было И вряд ли будет Конечно Сейчас особого внимания не обращают На эту должность Вот Ну большим уважением пользовалась она И я хочу сказать Что она была Она гордость радио Легенда радио Очень много Сделала она для развития Радио Люба была у нас Лицом радио Все знали Любу Нас знали Но не столько Сколько знали Любу Все это ее Именно профессиональное мастерство Это любовь к своей работе Она пользуется Огромным уважением У людей У населения Особенно старшего поколения Как диктор Как человек Который Ассоциируется И с историей Нашего карачаевского народа Как явился миру Талант Любы Балуровой Удивительно В детстве Она толком и не знала Что такое радио В ее родном Сарытьюзе Изредка хрипло Вещали Одна-две радиоточки На весь АУ На детство Любы Выпали Тяжелые Сороковые годы Время тревог И жестоких Процессы Трудно Трудно Жили люди Мама С папой Были Разведены В это время Мое детство Попало На трудное время Отец На фронт Ушел Мать На тылу Работала Работала Мы дети Войны Поэтому И Выселение И война Вот это все Я испытала Конечно Такой детской Радости Мы не видели Немецкие фашисты Которые Оккупировали Карачаево-Черкесию На исходе лета 1942 года Вольготно Чувствовали себя В кавказских аулах Терроризировали людей Отбирали У местного населения Последние продукты Люба Помнит Что во дворе Их дома Пылали костры Под огромными котлами В них постоянно Что-то варили Немцы Ни в чем себе Не отказывали На них Сытых И наглых Из-под тишка Смотрели местные Ребятишки Измученные Постоянным голодом В начале 1943 года Фашистов Выгнали За пределы Карачаева-Черкесии Радость Освобождения Давала людям Новые силы И надежды Но в ноябре Того же года Случилась Большая беда Карачаевцам Было предписано Отправиться В ссылку В отдаленные Мало обжитые Области Казахстана И Средней Азии Формулировки За предательство Звучала злая Ирония Предательницы В кавычках Любе Балуровой Например В тот год Было Всего Шесть лет Посадили на машину Всех Так быстро Все это было Я вот Так смутно Помню Все А мамы Дома не было Мама Мамин брат Был на фронте Она у них Ночевала Жена боялась И Тут Бабушка И дедушка И дети Вот мы Дети Ну Пришли Сказали Быстренько Собирайтесь Все такое С большим трудом Около Железнодорожного Состава Люба И ее сестренка Нашли Мама Тут Выяснилось Что в спешке Не взяли Чемодан Где мама Хранила Деньги И золотые Изделия Припрятанные Как говорится На черный день Два Одинаковых Чемодана Было В доме Дед Забрал Только один Когда Собирались В спешке Она в обморок Упала Увидела Там мясо А нету Ее богатства Там все осталось А потом Плакала Попросилась Вернусь Я туда Отпустите меня Они не пустили Так и осталось Вот так и уехали Но семью Балуровых В том жестоком пути Ожидали еще более страшные потери Погибла бабушка Конечно же И смерти было много Очень И у Любы Было трагедии много И бабушка Ее умерла Это очень трагично Когда везли Она осталась Под вагонами На остановке Сошла Битненькая По своей нужде И залезла Под вагон Не успела выйти Так и осталось Лежать Там навсегда Над Джамбульскими степями Куда попала Люба Балурова С мамой И сестрой В любое время года Дул изматывающий Дикий ветер Сбивавший с ног А еще было тяжело Потому что местные жители Поначалу Очень настороженно Встретили спецпереселенцев Никто К нам Не подходил Вообще На улице Никого не было Убегали Все И сказали Людоеды приехали А потом А потом Но когда появилась Возможность учиться В школе Люба Была счастлива Этим Там Следующий русский село Это было казахское село Туда Седьмой класс Сам закончила Километры пути до школы Знак Значит мы умрем От голода Ссылка была Трудным временем Но Люба была Из тех Кто не терялся В сложной ситуации Не было тетрадей Писали на газетных листах Не было чернил В ход шли Химические карандаши Но главное Ей всегда Хотелось Учиться А потом Мама моя Говорит Не надо учиться дальше Тяжело Нам жить Все Работай давай А я Украдкой Ночью Какая-то телега Ехала в поселок Центральная У нас была Центральная усадьба Там была Десятилетка Интернат Вот туда я убежала Из дома Учиться Вот там я И детсклассов окончила Люба Посещала школу Раздетая Разутая Голодная Но у нее была жажда К учебе К знаниям И вот она мне рассказывала Как тяжело было ей Идти в школу Много пропускала Писать было не на чем Читать книг не было Но тем не менее Она училась хорошо Вот у нее такое стремление И она крепкий человек И с детства видимо В ней это заложено Все учились Мы должны были учиться Думаю Может быть Куда-нибудь поступим Что-то с нас получится На каком языке вы учились? Что вы изучали? Все время на казахском языке Возвращение на родину Такое долгожданное И неожиданное Давало надежды Тогда было столько желаний у Любы Ей как будто хотелось Объять весь мир Все успеть Я хотела быть певицей Актрисой Вот у меня Всю жизнь была такая вот Мечта Мечта была В 1958 году Набирали группу Художественно одаренной молодежи Для обучения В Ленинградском институте Театра, музыки, кино Люба Балурова Узнала об этом слишком поздно Когда счастливые абитуриенты Уже направлялись в город на Неве А потом думаю Пойду в город искать работу И попала в редакцию Карачаевской газеты И там меня приняли корректором А потом услышал Магомед Как же его фамилия была Директора книжного издательства И он меня заманил к себе Книжное издательство Я там корректором работала Много книг Которые Иосман Хубиева Халимат Байрамуква И там написано Корректор Люба Балурова У нее было желание Продолжить учебу Работать где-то И она сразу поступила Вот в Карачаевский Пединститут поступила И корректором В издательство Поступила Вот девочка Которая совершенно Ни одного класса Не закончила на родном языке Только знала бытовой Карачаевский язык Решила Вот она решилась на это Это тоже надо было иметь мужество Быть корректором в издательстве Читать книги на родном языке Выправлять ошибки И так далее Это не каждый мог быть А она, вы знаете, справлялась Справлялась О ней очень хорошо Тогда работал Магомед Агбаев Директором издательства Он очень ее хвалил И когда она к нам уходила Он очень не хотел ее отпускать Действительно Профессиональный феномен Любы Балурвой Состоит в том Что в школе Она не училась родному языку Но даже самые строгие Специалисты-филологи Признавали ее язык эталонным Как ей удалось добиться Такого уровня знаний До сих пор трудно Ответить на этот вопрос Старалась читать все Что печаталось на карачаевском языке Беседовала со стариками Когда на радио Карачаева Черкесии Объявили конкурс На замещение Вакантной должности Диктора карачаевского вещания Люба Балурова Решила принять в нем участие О, я тут вообще Обрадовалась Язык я знаю Эти дни 1962 года Хорошо помнит Беля Лапаев Теперь известный драматург Журналист С огромным опытом работы На радио и в газете В тот год он заканчивал институт И целеустремленного Пятикурсника пригласили Работать на радио На журналистскую должность Провели конкурс Желающих было очень много Чтобы голос человека Звучал по радио Это тогда была большая честь И вот Отобрали Любу Ну чем она мне запомнилась Во-первых Очень Симпатичная девушка Молодая И косы Особенно Но Чуть ли не доходили До коленей Черные Причерные Вот И вот Начали работать Фактически Одновременно Там начали работать Из издательства Любу Балурову Отпускать не хотели Но она Несмотря на свойственную Ей покладистость В этот раз Проявила характер Отработала Положенные две недели И ушла Можно сказать В неизвестность Ведь никто Не мог тогда Гарантировать Что у нее Все получится Что ее примут В штат радио Стал вопрос Диктора Кого же принять Ну наше руководство И вот Алибик Беосланович Почему-то был склонен Чтобы принять мужчину Вот Диктором должен быть Мужчина И все И вот у нас Были много Приходили Желающих Работать диктором А потом уже Когда мы Собрались Комиссия Вот послушала И мы остановились На Любе Люба читала Лучше всех Радиокомитет Находился тогда На третьем этаже Главпочтанта В нескольких Неимоверно Маленьких комнатках Но столь стесненные Условия Не влияли на результат И журналисты И технические персоналы И дикторы Того поколения Трудились С большой Требовательностью К себе Очень тесно Очень Тяжело было В одном кабинете По 5-6 человек Сидели Вот Журналисты сидят И музыкант сидит Музыкальный отдел Который заведует Тяжело было Конечно Дикторы тоже Отделя дикторской У нас не было Мы тоже С журналистами Сидели Люба была Очень быстрая Шустрая И делала работу Очень аккуратно Ошибка Она не допускала В системе радиовещания Всегда действовала Установка За точность Эфирной информации Несет ответственность Журналист Автор передачи Или ее редактор Исполнителям Вносить какие-то Правки в текст Было категорически Запрещено С Любой Балуровой Ситуация сложилась Иная Как человек Дисциплинированный Она в тексте Не своевольничала Но считала Необходимым Сделать замечание Если обнаруживала Неточности Или ошибки И с ней считались Я это была Позволено Она все делала Быстро Аккуратно Вот И нам было Хорошо с ней Еще потому что Если мы допускали Ошибки Там Орфографические Там В предложениях Что-то не так сделали Она читала Точно Как надо было Вот И это она Здорово Нас кручала И когда она Уже стала В штате читать Вы знаете Мы просто Легко Вздохнули Почему Потому что Люба Вот такая Она очень Беспокойная Она очень Любила свою Работу Да не дай Бог Слово Не там Вставились Не дай Бог Предложение Не так Построили Она придет Сто раз Тебе Скажет Вы не то Сделали Вы знаете Она вот так Вмешивалась Даже В тексты Наши И мы Ее слушали Потому что Это были Деловые Замечания Со стороны В зимнем Городе Думается Об Эстротечности Времени О том Что в каждом Периоде жизни Были свои Прекрасные Страницы Люба Балурова Стала Любимницей Радиослушателей Тогда Телевидение Не было Доступно Местного вещания На телевизионном Канале И вовсе Не было Вся признательность Аудитории Доставалась Работникам Радио Это было Правомерно Потому что Радио В 60-х 70-х Годов Объединило В Карачаево-Черкесии Самых талантливых Журналистов И дикторов У нас Первое Время Не было Записи На пленке Все Прямо В эфире Даже Бывало Вот Текст Приготовил Журналист Я даже Не подготовилась Вот Сует Мне Это И пошла Я В студию Включила И начала Читать Все Не было Записи По 40 минут По часу Мы читали В прямом Эфире Что Удивительно И ни разу Не запнулись Я сама Часто Читала В эфир И я знаю Что такое С подготовкой Даже Читать В эфир Это Очень Сложно Но У Любы Удивительная Черта Она С подготовкой Если читает Там уже И говорит То нечего Что она Очень Хорошо Прочитает Но она Могла Взять Текст Получасовой Часовой Без Всякой Подготовки Зайти В дикторскую И читать И прочитает Она Это Прекрасно Вы знаете Вот она Заходит В дикторскую Перед День Слушатели И никого Больше Нет Она Обращается К ним Вот как будто Беседует С ними У нее Волос Бархатный Очень Приятный Я бы Сказал Домашний Волос У нее Был И В этом Качестве Она Каждый Раз Она Входила В дом В качестве Соседки Собеседницы Это Рассказчицы В сообществе Дикторов Радио Карачаева Черкесии Любу Балурову Ценят Очень Высоко К ней Даже Обращались Одинаково Ласково Люба А не Любовь Ибрагимовна Дикторское Дело Строгое Здесь Любая Ошибка Тиражируется На тысячи Радиоприемников И если Хасин Братов Ценит Балурову Как Высококлассного Специалиста Значит Так Оно И Есть Его Мнение Весомо В свое Время Его Называли Наш Черкесский Левитан За Красивый Голос И Убедительность Чтения У микрофона После прощания С радио Он занялся Научной Работой Защитил Кандидатскую Диссертацию А Литературную Передачу Мы сами Проводили Сами Читали Вот После Очередной Литературной Передачи Или Очерка Вот Такой Это С Записью Отзывы Телефонные Отзывы Мастерство Ее Чтение Как она Материал Преподносит Как она Выделяет Нужные Моменты И так далее Ну Ею Восхищались Ее же Любили За что? Я бы Сказал бы Наверное У нее есть Такой Талант Понимаете Который Не всем Этот талант Дается Она Своеобразно Произносит Каждое Слово На Карачаевском Языке Так Как Произносили Может быть Наши Отцы Деды То есть Сохраняется У нее Вот Интонация Тембр Поэтому Любовь Ибрагимовна Видимо Поэтому И пользуется Таким Уважением Авторитетом У Радиослушателей Особенно Люба Балурова Любила читать У радио Микрофона Материалы Журналистами Дихи Шамановой Более Сорока Лет Отдала Радио Медиха Хазыровна Отрывки из книг Вот Литературные Передачи Очень хорошо У нее получались А еще в те годы Местные телерадиокомитеты Делали передачи О которых мало кто знал В регионе Это так называемое Инвещание Передачи готовились Местными творческими силами Потом их отправляли В Москву А оттуда Передавали На зарубежные страны Так что Без бархатного Голоса Балуровой Эти программы Трудно было себе Представить Ее голос Слышали везде Даже Отклики были Из некоторых государств И что странно Когда ее не было В этот момент Ну там Детей воспитывала Или куда-то уехала Это было очень проблемно Не находили Чтобы наравне С нею Прочел Меня слушали Тюркоязычные Все страны В Америке Слушали В Германии Слушали В Турции Тем более Из Кишахерест Город полностью Булурова Они в 1905 году Переехали И вот там И живут Оттуда Я письма Получала Моя дорогая Наша дорогая Сестра Мы Не у каждого Тогда В те времена Приемники были Собираемся У кого приемники Слушаем с удовольствием По понедельникам Концерты Пожалуйста Старинные Народные Песни Передавай Наша милая Сестра После выхода Передач Которые вела В эфире Люба Балурова В адрес Дома радио В Черкесске Приходило немало Писем От благодарных Слушателей Из-за рубежа Где слышали Ее обаятельный Голов Из-за улов И селений Родной Карачаева Черкесии У нас Вообще Почта была Очень богатой Ежедневно К нам приходили Десятки Сотни писем У нас был Специально Отдел писем И вы знаете Там обращались Прямо к Любе Люба Вот я помню Писал Один товарищ Жаловался На свою Тяжелую жизнь И он обращался К Любе Помоги Люба Как мне быть Очень многие К ней обращались Даже приходили На радио Искали Любу Где Люба Вот надо С ней встретиться И она решит Нашу какую-то Проблему А сколько было Писем благодарностей Спасибо за Такую-то Передачу Спасибо за Такую-то Программу И все это Были слова Обращенные Именно к Любе Потому что Считали Что это все Делает Люба Это все Автор всего Этого Люба Писали Еще как Писали Говорит Один Старик Говорит Когда говоришь Ты доброе утро Ты наш хвост Я всегда Привстаю И Здороваюсь С тобой Потом Сажусь И слушаю С удовольствием Теперь Когда отболела Душа Из-за разлуки С профессией Иногда Люба Балурова Заходит в дом Радио Чтобы прикоснуться К прошлому В котором было столько Жизни Труда И добра Люба помнит Как радовались Наши радисты Когда в начале 60-х Был построен Дом Радио И они стали В нем Первыми Новоселами Теперь много Меняется В оснащении Студий В техническом Обеспечении Аппаратных Внешне Другой мир Но по сути Свой Родной Часто был Прямой эфир И вот Я удивлялся Этому человеку Как она Успевает Так рано Вставать Приходить И если я не ошибаюсь 6 часов 15 минут Начинать Передачи Областного Радио Часто бывало Значит На языках Народов Но по очереди Там так получало Что и выходили В эфир И карачаевская Передача Вот она Так могла Ориентироваться Как говорится Во времени И меня удивляло Как вообще Это так Нелегко Работать Понимаете Вот Именно К этому Времени Опаздывать Нельзя Ну вот эти Дисциплинированно Что ли Вот так Сказал бы Дикторская работа Не допускает Ни усталости Ни опоздания Ни отвлечения Внимания А у Любы Из-за дикторского Призвания По молодости лет Чуть было Не пострадала Ее личная жизнь С Биесланом Черкесовым Люба познакомилась После возвращения Из ссылки Когда семью Поселили В юбилейном В те годы Он учился В Москве В институте Имени Плеханова Блестящее образование Большие Аналитические Способности Выдвинули его В число Ведущих Экономистов Карачаева Черкесии Красивая Скромная Девушка Люба Балурова Понравилась Молодому Человеку Но его Желание Жениться На ней Не поддержали Родители Молодого Человека Как на каникулы Приезжает Мы там Увидимся Влюбились В общем Родители Против Пыли И почему Спрашиваете Они Говорили А она По радио Говорит Против Религии Атеизм Тогда Было Атеизм Вот Аллаха Хай И Аллаха Не хайла Просто Вот Как есть Так и читала Вот Поэтому Родители Не любили Но Он говорил А ты работай Мы бы хорошо Жили бы Если бы Не родители Когда ему Сказали Женись На другой Который Аллаха Не хайд Вот Он сказал И на Если хотите Чтоб я с ней Не жил Не буду жить А на другой Жениться Тоже Не буду Тогда Не поняли Уже Все Живите В семье Любы И Бесслана Родились Четверо детей Руслан Мурат Тимур И Белла Старательная Трудолюбивая Люба Старалась угодить Свекрови Но и работу Свою любимую Не оставляла В этом вопросе Она По жизни Кроткая Проявляла Непоколебимую Стойкость Любе Конечно Было Очень нелегко И нелегко Было Еще Знаете Она Жила Со Свекровью Свекром В семье Черкесовой Конечно Семья Любы Создалась У них Была Очень Светлая Большая Любовь У Беслана И у Любы Создалась Семья Ну Естественно Начинаются Какие-то Трудности Там Уклад Другой Сноха Должна Быть Снохой По понятиям Тех времен Еще Она Должна Была Сидеть Дома Обслуживать Встречать Мужа Провожать И так Далее А у Любы Не тот Характер Она Очень Любила Работу Она Работу Не поменяла Ни на Кого И ни на Что Но Люба Вот Когда она Рассказывала Как она Вот Придя Поздно Домой Она Убирала Готовила В этих Сельских Условиях Полы Везде Помою Обувь Всем Говорит Вымою Все Сделаю И Ложится Во сколько Она ложится В два В три А утром Свеженька Опять приходит На работу В малой Речевой Студии Дома Радио Люба С гордостью Оглядывается Вокруг Красиво Стало Очень Современно Эту Студию Она Особенно Любила И нужно Заметить Что не только Как диктор Трудилась Она В карачаевском Вещании Ей нередко Поручали Подготовку Авторских Программ Хочу Сказать Что она Еще Известна Карачаевскому Читателю Или Радиослушателю Как поэт Как Человек Который Сочиняет Музыку И как Журналист Я читал Ее Журналистские Материалы Любовь Ибрагимовна Для нас Является Эталоном Знания Родного Карачаевского Языка Она Хорошо Писала Потом Она Делала Передачи Программу Мы ей Поручили Попросили Она Делала Целые Программы По вашим Письмам Она Делала Концертные Программы Очень Теплые Очень Хорошие Вот Отруженика Села Вот У нее Журналистские Задатки Были Очень Хорошие Все Трудности Преодолевала Люба Своим Трудолюбием И терпением И отстаивала Своё право На любимое дело На повышение Квалификации Дикторов Я ездила В Москву Два месяца Училась Девитан Нас учил Высоцкая Ольга Это легендарные Дикторы Институт Повышения Квалификации Работников Гостелерадио СССР В 80-е годы Находился На Шаболовке В Москве Журналисты Дикторы Операторы Региональных Телерадиокомитетов Имели возможность Встретиться С ведущими Специалистами Телерадиовещания Советского Союза Люба Училась Естественно В дикторской Группе На выпускном Экзамене Никто не ждал От неё Интересного Выступления Чем может Удивить Представитель Радиокомитета Третьей категории Но Люба Балурова Заставила себя Внимательно Слушать Она читала Отрывок Из повести Чингиза Этматова Тополёк мой В Красной Косынке Жюри сидит И в зале Шум Думает Это вот Третья категория Третья категория Радиокомитета Ещё на своём языке Она Что она Расскажет нам Я Специально Наизусть Выучила Вот этот текст Всю ночь Не спала И Говорю Говорю А Куратору Вот Ио Ниде И она мне Все ударения Что надо делать Она всё Показала Сказала И читала Читала До середины Шумно было В зале А потом Затихли Потом Перешла Прямо Рассказывать Наизусть Этот текст Все Так Посмотрели А этот Выскочил Вскочил Вот этот Яшко Александр Диктор Киева Говорит Молодец Люба Вот так Кричал Меня тогда Все Хлопали Столь Столь Восторженно Восприняли Успех Любой Балуровой В её Родном Коллективе На радио Карачаево Черкесии Любой Мы Всегда Не только Я Но и Другие Коллеги Тоже Гордились Ею Её Чтением Её Человеческими Качествами Её Безматильным Таким Спокойствием Как женщины Мы Очень Ею Гордились Доброй Памятью О том Сколько Труда И Творческих Исканий Вместили Минувшие Годы Стала Фанатека Дома Разио Теперь И передачи И музыку Пишут И хранят В компьютерах Но эти Пожелтевшие От времени Коробки По-прежнему Дороги Есть в этом Архиве Многое Из того Что было Прочитано Диктором Любой Балуровой А ещё Здесь Можно найти Записи Песен Которые Она Создала Как Композитор Когда-то На гармонике Играла Мама Любы Очарованной Её Мастерством Любовь Ибрагимовна Очень Полюбила Музыку Песни Я Сама Любила Петь Вот Как-то Сочиняла Я Ночью Особенно Вот Вся Работа Заканчивается Ложусь И Среди Ночи Появляется Мелодия А эту Мелодию Я Встаю У меня Гармоника И на Гармонике Играю Чтобы Запоминать Самой Ноты Я Не умею Я Не училась Это В музыкальной Школе И Вот Так Появились Песни Мои Когда Что удивительно Я На слова Не сочиняла Музыку Я Сперва Сочиняю Музыку Потом Заказываю Песни Слова Поэтам И Вот Они Поэты Мелодии Стараются Писать Мне Слова На музыку Любы Балуровой Писали стихи Медихах Шаманова Беля Лапаев Им Другие Известные Литераторы Карачаева Черкесии Их Исполняли Ансамбли Учки Кен Харс Исполняют Гармонистки На свадьбах И сценах Вот самая Такая Нежная Проникновенная Мелодия Любви Какая? Это я Про своего Мужа Писала Ой Напойте Немножко Пожалуйста Тохта Дедим Замана Ашық Майык Эске Замана Без Тохта Дедим Замана Ашық Майык Чаңыл Майык Ике Без Да Чаңыл Майык Тохта Дедим Мен Саңа Тохтамадын Тохтамадын Вы сказали, что эту песню посвятили мужу Какие там слова, какие чувства выражает ваша песня? Мы познакомились, полюбили друг друга И у меня песня вот эта Получилась И что я там говорю Не хотят, чтоб мы вместе были Мы мучаемся Я мучаюсь Особенно И А все равно Сердце, которое любит Он спокойно Спокойно Вот так вот Такие слова Я не ошиблась Мы друг друга любим Не ошиблась Люба Балурова, когда писала эту песню В которой воплотились ее надежды на счастливую семейную жизнь Какие бы сложности не возникали, все равно подтверждалось главное Семья жила любви Отношения очень хорошие были Я помню Там же вечерняя передача Там, по-моему, девять часов Кончали Дикторы там находились У кого передача-то Он приходил встречать ее Пройдя все эти трудности Четверо детей у них Нормальных, очень хороших детей Они вырастили И вот у своих детей Люба человек открытая Она очень добрая И дети у нее вот такие вот Выросли хорошие, открытые Они очень любят людей Общительные Они очень нежные, трогательные Любят свою маму Точно так же, как мама Заботливая, внимательная Ласковая Она очень к своим детям Мать с отцом Всегда они между собой Доверительно разговаривали Общались То есть любили друг друга Уважали, почитали Это доверительные отношения были Вот теплые отношения Вот между папой и мамой Вот Ну и также Папа был в курсе всех событий Что творится с нами Где мы, что мы Вот Потому что Мама ему все рассказывала Обсуждали Отец мне говорил Что я знаю, что ты делаешь Там в течение дня То-то, то-то ты делала Это делала У меня на работе стоит телевизор Вот И я почему-то верила всегда этому Вот А потом я услышала Случайно Как мама ему рассказывает Какой-то момент Определенный Из моей жизни И я еще подбежала к маме И говорю Мама, так вот кто Телевизор у нас Мама, конечно же Она Успевала все делать И ходить на работу И с нами И с отцом Отец тоже как пятый Ребенок был Как я успевала Молодость, наверное Сейчас бы ничего не смогла бы делать А Сейчас вот Одного ребенка имеете И двоих имеете Ой, такой крик Шум Я не могу смотреть Я не могу смотреть И с отцом Вот настолько я Любила отца Что когда Он умер Я думала Ну как бы Вся жизнь остановится Но мама Ноги поднимались Им нужна была Самим помощь Ну Мама как могла Могла И поднимала Нас Двух студентов Когда выходила в эфир Вот ее голос Настолько звучал Реально Вот я могу сказать На улице мир наступал Вот настолько у нее был Изящный язык Как бы Знаете Вот Объясняет она Людям Доступно Вежливо Никогда от нее Не было Зла Лицемерия Я не видел этого Никогда Она меня не встречала То есть всегда От нее шла доброта Воспитывая сыновей Люба стремилась к тому Чтобы они росли Ответственными И сильными Ей всегда казалось Что лучшее призвание Для мужчины Карьера военного Старший сын Руслан Оправдал надежды Любови Брагимовны Он окончил Высшее военное училище Имени Верховного Совета РСФСР И получил назначение В среднеазиатский Военный округ А оттуда В Афганистан От родителей Сын скрывал Что служит там Где идут бои Все писал Вы не переживайте Я служу в Монголии И здесь как В Средней Азии Мама ты рассказывала Тут пески Там погода Тоже такая же Я служу Скоро вернусь Не переживайте А когда Афганских солдатов Которые Они воюют Показывали Отец Сидел Плакал Вот Смотрит Телевизор И плачет Я ему говорю У тебя инфаркт Ты зачем плачешь Твой сын Монголии служит А он Мне жалко Этих ребят А потом Позвонили Из Горкома Комсомола Не Обкома Комсомола Говорит Я вашего сына В терме Завидел В феврале 1989 года Вся страна Прильнула К телевизионным Экранам Советские войска Покидали Афганистан Через пограничную Реку Пянш Шли колонны Бронетехники На одной из Боевых машин Люди увидели Надпись Черкесовцы Это было Подразделение Под командованием Руслана Черкесова Родители узнали О боевой Истории Своего сына Когда он Уже фактически Вернулся С войны Награжденный Орденом Красной Звезды Люба сама Мечтала Чтобы ее сын Был военным Он Когда закончил Московское Пехотное Училище Биаслан Делал вечер Я была На этом вечере Мы с Шамановым Были И Биаслан Говорит Я если даже Умру Буду знать Он закончил Или нет Академию Имени Фрунзе Вот у него Была мечта У отца Такая мечта Была Но когда Руслан Подал документы В Академию Имени Фрунзе Его документы Не были приняты Отец В тот год Умер И в этот Тяжелый момент На помощь Молодому офицеру Пришла Медиха Шаманова И генерал армии Владимир Семенов Я поехала В Москву К Семенову Владимиру Магомедовичу И я ему говорю Владимир Магомедович Вот парень без отца Очень достойный парень Он хочет продолжить Дальше учебу Он будет Отличный военачальник Он говорит Хорошо И вот Семенов Помог ему Попасть в Академию Имени Фрунзе А я Руслану Говорю Руслан Если ты Окончишь На красный диплом Я приеду К тебе на выпускной вечер Такой был у нас уговор И вот он Окончил на красный диплом Позвонил У нас тогда-то Вечер И мы с Любой Сорвались И поехали Приехали Ой какой был Прекрасный вечер Кругом генерала Все И вот вы знаете Я с ними беседовала О Руслане И они говорят Как они все его хвалили Что он именно Целеустремленный Умный Что все годы Он учился Только на отлично Мне было очень Отрадно это слышать Конечно же Мама была счастлива Мама была счастлива И сын был счастлив Осуществилась их мечта И мне было приятно Что я хоть какое-то Незначительное Участие в этом Проняла У всех четверых детей Сложилась жизнь Мурат закончил Темирязевскую академию В Москве Работает и живет В Московской области Близняшки Белла и Тимур Живут в Черкесске Белла закончила Карачаево-Черкесский университет Тимур Карачаево-Черкесскую Технологическую академию Они убеждены Всем Чего им удалось достичь Они обязаны Маме Ее Заботе И Пантерске От нее очень много Все зависит В этой жизни Вот и она Ну я не один Нас четверо И вот Каждому она помогала Всем Во всем То есть Не было никаких Поблажек Там Вот тот такой Вот такой Все одинаковые Вот Ко всем одинаково Относилась Каждому Теплоту давала Она за всех переживает Одинаково За внуков За Детей За всех Она переживает Я просто поражаюсь Вот как мать Как женщина Она просто Как говорится Герой Вот И еще Вдобавок Такую профессию Иметь И любовь Народа Не только всей Семьи нашей Ну и вот Столько людей Ее любят Ценят Я горжусь Конечно Своей мамой За то Что она Вот у меня Такая Есть Вот И Хочу Чтобы Она как Дольше Как можно Дольше Жила И Мы всегда Были с ней рядом И она с нами Рядом Еще минута И над дикторским столом Большой студии Дома радио Люба Балурова Погасит свет Настульных ламп Но это Не просто метафора Тот свет Который она несла В жизнь Каждого Своего радиослушателя Навсегда Остался В их сердцах Жители Нашего горного края Всегда знали Что у них Есть интересная И очень приятная Собеседница Которая доверительно Рассказывала По радио О различных Событиях жизни И еще Если растет Интерес Карачаевской Молодежи К изучению Родного языка В этом есть И ее Заслуга Сам факт Существования Национального Вещания В эфире Телерадиокомпании Карачаева Черкесия Состоялся Благодаря Таким специалистам Как Люба Балурова Ее талант Содействовал Тому Что радиовещание На родном языке Стало Новой страницей В истории Культуры Ее народа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok